Балаковцы получили платежки за тепло и горячее водоснабжение за июнь и удивились. В некоторых квитанциях были указаны неверные сведения. Кто-то пытался выяснить причину в социальных сетях, кто-то через СМИ или у сотрудников филиала «Энергосбыт плюс». Мы попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря компании Вячеслава Некрасова. Хотелось бы обратить внимание на два немаловажных момента. Момент первый. В данных счет квитанциях каждому клиенту присвоены новые номера лицевых счетов. Начиная с этой недели, с этого месяца, оплату отопления, когда оно появится, и горячей воды прямо сейчас нужно производить только по новым номерам лицевых счетов. К сожалению, на переходном этапе в процессе миграции информации со старых лицевых счетов на новые лицевые счета компьютерная программа в некоторых случаях допустила некорректное разнесение оплат клиентов по различным строчкам. В чем это выражается? В одних случаях это может проявляться в появлении переплаты по отоплению и недоплаты по горячей воде. В других случаях может наблюдаться обратная ситуация и появляются недоплаты по отоплению и переплаты по горячей воде. Саратовский филиал «Энергосбыт плюс» знает о данной ситуации и приносит свои извинения тем клиентам, которые столкнулись в своих платежных документах с некорректными цифрами. В настоящее время, с начала этой недели специалисты энергокомпании работают над решением данной ситуации. И мы ожидаем, что в течение этой недели, к началу следующей, в личных кабинетах на сайте появятся уже вполне корректные и адекватные цифры в том виде, в котором они должны быть. Соответственно, что касается новых счет-квитанций за следующий месяц, то они придут клиентам уже в полностью откорректированном нормальном виде. Саратовский филиал «Энергосбыт плюс» создал две горячих линии по многоканальным телефонам на 8800. Работают они просто, люди звонят, называют свой новый номер лицевого счета, и специалист уточняет адекватную и корректную цифру, которую необходимо к оплате именно за июнь. Кроме того, данную информацию можно получить, направив их запрос на электронную почту, заполнить форму обратной связи на сайте саратовского филиала «Энергосбыт плюс». Также в течение ближайших нескольких дней энергокомпания произведет адресную смс-рассылку тем клиентам, по которым известны некорректные суммы и номера телефонов которых есть в базе данных энергокомпании. Что касается тех клиентов, которые привыкли пользоваться традиционными сервисами, которые получают консультацию консервативными образами, то работают офисы продаж и обслуживания «Героев-23», пожалуйста, приходите с 8 до 17 понедельник-четверг, с 8 до 16 пятница. Офисы работают без перерыва. Обращаем внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Саратовской области в офисах действует масочный режим. Отметим, что если по какой-то причине абонент все-таки оплатил услуги по старому лицевому счету, деньги никуда не исчезнут, но до нового лицевого счета не дойдут. Для подтверждения платежа необходимо будет прийти в офисы филиала «Энергосбыт плюс» и предоставить квитанцию об оплате. После этого специалист переправит на нужный счет указанную сумму. Продолжение следует...